Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Ивечкин. Давненько я ничего не рассказывал про защиту Каракан. И сегодня в рубрике «Памятная партия» партия из восьмого тура этапа Кубка России «Полярный круг» в Салихарде. Белыми играл гроссмейстер из Тругута Николай Кабанов. Ну а я, соответственно, черный. После ходов Е4, С6, Д4, Д5 Николай показал самое серьезное намерение. Ответил Е5. И на слон Ф5 сыграл Аш4. То есть тот вариант, по которому у меня уже есть несколько роликов для вас, которые вы все уже видели. И снова я ответил Ферзь Б6. Такой очень серьезный ход. Заставляющий белых действовать достаточно точно, чтобы не получить хуже. Конь С3. Николай знает, что ход Ж4 плох. Ну, с идеей Аш5 и Ф4 белые не удерживают в этом случае центр. И делает вполне логичный развивающий ход, отнимая у черного слона пункт Е4. То есть теперь черные не могут сыграть Е7, Е6 из-за Ж4. Отходить слоном на Д7. Только потому, что белая пешка встала на Аш4 кажется глупым. Хотя, с другой стороны, может быть, такой переход во французскую защиту вполне заслуживает внимания. Ход Аш5 самый естественный. Черные сберегли слона на Ф5. Не опасаются теперь Ж4. После хода Аш7, Аш5 они не боятся и С2, С4. То есть, вот почему я перестал играть Аш7, Аш5, вот в этой позиции, как я вам уже рассказывал. Из-за хода С24. Прокомментированные партии с Курносовым и Ильдаром Хайрулиным из турнира Мемориал Чигурина 2004. Вас ждут позднее. Непременно прокомментирую. А здесь Аш5 играть можно. Ход С4 у белых отсутствует. Слон на Ф5 великолепен. С другой стороны, белые менять его не хотят. Потому что, если сыграть слон Д3, то черные решают все проблемы после размены Е6 и перевода коня на Ф5 с дальнейшим Ц5. Или даже немедленного Ц5 и только потом перевода коня на Ф5. Ну, то есть, сначала Е6 после размены. Пешка Х5, конечно, висит, но на нее черным наплевать. Потому что, если белые возьмут на Х5, у них совсем не будет времени на защиту пешки Д4. Ферзь вынужден держать слона. Пешка Д висит. Конем ее не защитить. Из-за ладья бьет Х5. И у белых, наверное, просто хуже. Поэтому белые тоже продолжают развитие. И делают ход ладья Б1. Но вообще, развить слона Ц1 они хотят. Причем, хотят его развить на Ж5. Но у них висит пешка Б2. После ладья Б1, черные, конечно, не опасаются хода Б2-Б4, который ослабит белые поля на ферзевом фланге. И собираются оказать давление на пешку Д4. Что, в общем-то, характерно для таких пешечных структур. Рокировка более полезного хода представить себе сложно. И вот черные пошли заниматься пешкой Д4. Сейчас, к сожалению, нет хода Конь Ф5. То есть, если бы белые угрожали только взятием на Ж4, то был бы отличный ресурс Конь Ф5. Слон бьет Ж4. А Ж висит на А4, на Д4. Но у белых на Конь Ф5 находится вроде бы ход Ф2-Ф3. И после Конь бьет Д4, слон Е3. Конь бьет Е2, Ферзь бьет Е2, Д4. В общем-то, черные фигуры спасают, но, по-моему, очень сильно отстают в развитии. А нет, видимо, спасают, раз я Конь Ф5 прошу. Давайте тогда посмотрим с вами. Ф3, Конь бьет Д4. ФЖ брать нельзя, из-за Конь бьет Е2. Слон Е3. На Конь А4 последовало бы взять тоже взятие на Е2. Конь бьет Е2, Ферзь бьет Е2. А, и здесь, конечно, простой ход Слон С5. Напали на слона. В случае размена Ферзь бьет С5. Да, не удалось мне вас обмануть. И Николая тоже не удалось обмануть. У Ф3 он не пошел. Но после хода слон Е3 проблем у черных вообще быть не должно. В любой момент они могут взять на Е3. А пока что размениваются на Е2. Причем ход тоже необязательный. Не исключено, что какой-нибудь простой ход типа слон Е7 был просто сильнее. Потому что после слона бьет Ж4, АЖ, Ферзь бьет Ж4, ладья бьет Х4. У черных появляются шансы дать мат на Х1. Хода Ф3 теперь нет, потому что висит слон на Е3. В общем-то на Е2 черные могли взять позднее. И ход коль бьет Х4, конечно, самый логичный. А, вот видимо из-за этого я и отказался от слона Е7. Из-за того, что белые просто защитят пешку Х4. Хотя, представить, что вот в этой позиции у черных могут быть какие-то проблемы, я не могу. Сейчас очень сложно выбрать между С5, отступлением на Ф5, разменом на Е2. С дальнейшим, допустим, Ферзь Д8 и нападением на Ж5. Ходом слон Х3. В общем, здесь выбор крайне огромен. И наверняка у черных тоже полный порядок. Но съесть пешку, мне казалось, ошибкой быть не должно. Белые пытаются отыграть. И здесь ход Ж6 позволил белым получить прекрасную компенсацию за пешку. Намного точнее был ход слон Е7. И только на кольбет Х5, Ж6. Черные выигрывают кучу времени для развития. Николай после партии сообщил, что собирался жертвовать фигуру. Ну, на кольбет Х3 последует конь Ф5. И уже у черных все готово для того, чтобы... Вот сейчас хотят съесть коня на Ж5. В С4, кстати, ход, видимо, обязательный. Потому что надо считаться с тем, что черный король уйдет в длинную сторону. А после С4, куда бы конь ни отошел, черные съедят на С4 и поведут коня. А то и Ферзя на Д5. Ну, или сначала коня после размена на коня противника. Ферзя на Д5. Николай после партии сказал, что собирался давать вот такой шаг и жертвовать фигуру. Что ему казалось, что здесь есть у черных серьезные проблемки. Ферзя на Д5. Ферзя на Д5 грозит. Но простой ход коня Ф8. Похоже, что их все парируют. Пешку Ж6 укрепили. При случае хотим пойти с Ж5 и на отход коня установить коня на Е6. А в случае С4, пешка Д5 вполне держится. То есть, если бы белые ее отняли, тогда, конечно, у черных возникли бы серьезные проблемы. Еще пешка Д угрожала бы двинуться вперед. А так, у черных фигура за две пешки. И компьютер ставит уверенный столбик. По крайней мере, ставил тогда, когда я анализировал эту партию. Может быть, сейчас Стопфиш даст и другую оценку. Но я в этом сомневаюсь, потому что белые ладьи не способны принять участие в атаке. То есть, надо вскрывать линии. Это будет связано со временем, которое черные используют для того, чтобы консолидироваться. Ход Ж6 серьезная неточность. Николай ответил очень резко. С2, С4. Брать пешку нельзя. Конь отправится на Е4 и потом на Ф6 или на Д6. Стоило, конечно, пойти конь Ф5 и потом просто взять ЖФ. Там Х4, слон Е7. И разбираться, куда коня, может быть, на Ж6 отправить. И разбираться, куда мы потом отправим короля. Может быть, на Ж7. Ход слон Е7 естественный. Но, видимо, неточный. После разменов на Д5, конь на Д7 совершенно ничего не делает. Его место на С6. Все еще стоило, видимо, пойти конь Ф5. Но здесь белые вяжут коня, не отпуская короля на Ж7. Где самое безопасное для него место. Приходится отступать Ферзь Д8. И, в общем-то, здесь у черных лишняя пешка. А никакой конкретики за белых не видно. У них, конечно, есть компенсация. Пешка Х5 может оказаться слабой в Эшпиле, допустим. Линия С тоже у белых. Но, с другой стороны, пешка есть пешка. То есть, скорее всего, у черных чуть-чуть получше здесь. Я сыграл Ферзь Д8, пытаясь согнать коня, который на Ж5 действовал мне на нервы. Нападал на Ф7. Не отпускал короля на С8. И теперь, конечно, линию С надо перекрывать. Иначе белые организуют по ней вторжение в обжорный ряд. Был интересный ход. Конь Б6. Вызывая Б3. Ну, в этой позиции конь на Б6 мне вообще не нравится, как расположен. Его место на С6. Да, и после короля Ф8 с идеей поставить короля на Ж7, я коня на С6 поверил. На С6 конь расположен прекрасно. Перекрыли линию С, давим на пешку Д4. Тут я был полон оптимизма. И очень быстро допустил грубую ошибку. Конь Б5. Кажется, что взятие ЖФ это самоубийство. Ладья С3, Ладья Ж3. Черный король будет плакать. Но вместо... И я взял ЕФ. Шаблонно. Почти не думая. На самом деле, после ЖФ, Ладья С3 был код Х4. С идеей Ладья Х5 напасть на этого слона. И, в общем-то, белые ничего из линии Аш не могут изменить. А вот после ЕФ у черных уже серьезнейшие трудности. Мощный код Ладья С5. Белые просто взваиваются по линии С. Угрожая потом А3, Б4, Б5. И все-таки вторгнутся на седьмой ряд. Также создаются угрозы пешке Д5. Ладью Х8 надо вводить в бой. Поэтому Х4. Ну и черным, конечно, не до пешки Д5. На Конь Бьет Е7 последует Ладья С1 с идеей Ладья С7. И в случае Конь С6... Давайте покажу. Конь Бьет Е7. Ладья... Куда? Ладья С1. И, скажем, на Конь С6 уже возникают... То есть белые могут, во-первых, отойти Ферзь Д2 с идеей Конь Ф4. Это первая идея, которая бросается в глаза. А во-вторых, могут вообще начать как-нибудь Б4 прыгать, чтобы все-таки Ладья зашла на С7. При случае у белых появляется ресурс Е6, максимально раскрывающий короля. В сочетании с ходом Конь Ж5 и, допустим, с появлением Ферзиана Е5. В общем, эти перспективы черных, конечно, не радовали. В сочетании с тем, что я сказал, белые приступают к опаснейшей атаке. Приходится отдать лишнюю пешку. Лишняя центральная пешка у белых. При этом все угрозы сохранились. Эта позиция, несомненно, оценивается как плюс-минус столбик. Ладья на Д5 активно угрожает Ладья Д6. Здесь я уже мысленно себя похоронил. И мне повезло, что мой противник сделал то же самое. После чего, ну, черные не боятся потери пешки на Аш4. В этом случае они сыграют Ладья Аш8. Давайте покажу. На Ферзь будет Аш4. Будет Ладья Аш8. Конь бьет Д4. Ферзь бьет Ж5. Ферзь Ф6. И, в общем-то, черные отбились. Возникает равный Аш. Партия, скорее всего, в этом случае закончилась бы в ничью. Если я правильно все помню и правильно вам показываю, то надо еще, конечно, было бы мне с компом проверить, прежде чем эту партию дать в эфир. Белые сыграли очень точно. Они защитили на Д4. Напали на Аш4. И не видно, что черные могут противопоставить. Я повел коня на Д5. Здесь был очень сильный код Ладья Д1 у белых. На А2 бить нельзя из-за Д5. После чего центральные пешки быстро сминают рябьи черных. А после конь бьет Д5. Вот этот вот Эншпель. Ну, в общем-то, в нем у белых лишняя пешка, блокирующего коня на Д5. Они могут подготовить его размен. Как-нибудь пойти. Ну, пока Ладья Д2. Потом где-то Ж3. Конь Ж2. Конь Е3. Или конь Е4. То есть, здоровая лишняя центральная пешка. Которая пока что вперед не идет. Но может потенциально стать настолько сильной проходной. Что ради ее появления можно будет вообще пешке Б и А отдать. Вместо этого белые сыграли Ферзь Д2. И позволили черным заблокировать пешку Д4. Пешек поровну. Снова сильнейшей стороной теперь являются черные. Потому что у коня Ф3 перспектив не видно. Ну, и черным надо действовать энергично. Поэтому я пытаюсь максимально быстро разрушить позицию белого короля. На ЖХ последует... Я думаю, что Ф5 и Ф4 с идеей Ладья Х8, Ферзь Д7. То есть, как там на Х3 напасть, вынудить Х4. Нет, Ладья Х8 и Ладья Х5. То есть, другая идея. Это зафиксировано мной при анализе. Ж5 и Ж4 лет 10 назад у черных появляется. Но после Ладья Х1 этой атаки нету. Впрочем, у черных компенсации для равенства, наверное, достаточно. Даже если они поставят пешку на Ф4. Конь на Д5 мощный. Согнать его белые не могут. Белый конь нужен для защиты черного короля. В общем, белым стоило сыграть ЖХ. Но они решили, что пешка Х3 слаба, пропустив еще один удар. Теперь черные переходят в контратаку. Скажем, на ФЕ2 их Ферзь отправляется на Ж4. Коня Д5. Важный ход Б7-Б6, обратите внимание. Коня Д5 черные сохраняют. То есть, он потом сможет прыгнуть куда-нибудь вплоть до Е3. После хода ФЖ4. И здесь у черных, наверное, получше. Впрочем, конечно, сопротивляться белые могут. Но и после короля Х2 у белых еще не проигран. Ладья Ц5. Можно было уже пойти Ферзь Ж4. И закинуть коня на Е3. То есть, две такие мощные пешки, Х3 и Ж3, конечно, обеспечивают черным шикарную игру. Вот. Но... Прыжок коня на Е3 я пока не видел. Нападение ладьи на коня Д5 мне казалось нужно пресечь. Ладью согнали назад. И только теперь Ферзь Ж4. Это куда более логично. Коня на Ф3 надо защищать. Черные введут ладью на Ф5. После чего возникнут еще проблемы. Коня Д5 не так просто сместиться с отличной стоянки. При случае он готов отправиться на Е3 или после размена на Ж3, на Ф4. В зависимости от обстоятельств. Ладья Ц6. Белые пытаются все-таки кодом ладья Д6 его прогнать. Ну, угрожает ладья Ф5. И, в общем, видно, что под цвет нот мой противник потерял нить игры, позволив черным получить великолепную позицию. Сейчас ладья отправляется на Ф5. Вход ладья Ц2. Белые защитили Ферзя. И пропустили удар коль Е3. Ну, ладья Д6 тоже было бы совершенно не опасно для черных. Из-за того же, наверное, коль Е3. Ладья на Д6 совершенно вне игры. После ладья Ц1 у черных получше. Но тоже форсированного выигрыша не видно. Ладья заиграла. Но коня белые не зевнут. Пойдут ладья Ф1. Усиливаться не так-то просто. Потому что если отправить коня куда-нибудь в поисках лучшей доли, у белых сразу побежит вперед пешка Д4. Что может оказаться очень неприятно даже для черного короля. Вот Д5, Е6. И уже черный король будет открыт. Пешка H3 является своеобразным зонтиком, который прикрывает белого короля. И добраться до него непросто. Ход ладья Ц2 под цветнот понятен. Белые пытаются сделать все фигуры защищенными. То есть это метод ботвинника. В цветноте ваши фигуры должны быть защищены друг другом. Но именно здесь это правило не работает. После коня Е3 висит ладья. То есть конь на Е3 прыгнул с темпом. Он хочет пойти на Ф5. И лучшим для белых было просто отдать качество. А, нет. Черные бы его не взяли. А, не, конь Ж1 был. Лучшим для черных было, для белых было пойти ФЕ. Белые попытались отдать качество. Впрочем, здесь черным даже не нужно отыгрывать фигуру. Угрожает ладья Ф2. И, в общем-то, белые беззащитны. На конь бьет Ф2, ферзь Ж2 мат. На ферзь бьет Ф2 Ж2. И висит ладья на Ц2, висит конь. Да, а в партии, ну вы уже видели, что было. Белые ушли, конь Ж1. На Ц2 черные бить не могут. Висит ферзь на Ж4. Но после размена на Ж3 они взяли на Е2. И партия закончилась. Висит ладья. А на ладья бьет Е2. Последует конь Ф1, бьет Ж3, бьет Е2. Фактически эта партия принесла мне первое место. Потому что в последнем туре я белыми сделал быструю ничью Семену Мурсайковичем Дворисом. Которую тоже ничья устраивала. И в дележке первого и пятого места дополнительные показатели у меня оказались выше, чем сразу у четырех нагнавших меня шахмакистов. То есть у упомянутого Двориса Александра Рязанцева, Юрия Яковича и Якова Гелера. Спасибо за внимание. С вами был Роман Овечкин. Стоп, стоп, стоп. Виноват. Начал торопиться с прощением. Значит, мне тут написали, что было бы неплохо, если бы я мельком проходил по самым важным пунктам. И я расскажу, что самым важным для черных в этой партии является то, что система с конь С3 не является опровержением четвертого хода ФБ6. То есть черные просто играют Х5 и могут заняться атакой пешек Д4 и Х4 отправить коня на Х5. То есть у них великолепная игра. Ну а то, что я напутал, а в цикноте мне удалось выиграть, ну это просто следствие того, что мой противник к концу турнира устал намного сильнее. Говорит о том, что очень полезно хорошую физическую форму еще иметь. Ну, кстати, у меня она тоже была далека от идеальных. К 20-му ходу белые стояли почти выиграны, как вы видели. Так что, внимательность необходима, даже если вы получили по дебюту отличную позицию. Вот теперь спасибо за внимание. С вами был международный госминистр Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и все, что там еще хотите. До свидания. Продолжение следует...